Другая уважаемая Анатолия, другая уважаемые коллеги, гости, разрешите предоставить вам, вашему вниманию, доклад по расцвещенной паразитарным инвазиям. Мне кажется, что он сегодня очень соответствует и перекликается с темой нашей конференции именно профилактики проведения профилактических прививок, в том числе и против прививок. Академик Константин Иванович Скрябин. Еще в 30-е годы, когда впервые он предложил декилитизацию как метод лечения паразитарных инвазий, говорил о том, что не дадут эффективных результатов оздоровления никакие мероприятия, если в стране останется всеобщая неосведомленность о страшных перспективах заражения пристали. И на сегодняшний день генеральный директор ГОС Маргарыч говорит о том, что паразитарные болезни это не новые пугающие заболевания, а незамечаемые, игнорируемые болезни. Ущерб наносимый паразитарной теологии на сегодня неизмеримо больше, чем 270 случаев птичьего гриппа, и уж поверьте мне, даже чем 17 тысяч свиного. Потому что ежедневно от валярии во всем мире погибает 3 тысячи человек. А такие легкие бази, как принято считать, среди населения и среди многих врачей, аскоридоз и трихоцефалез, в мире болит почти 3 миллиарда человек, а ежегодно погибает 150 тысяч детей. И в нашей клинике, поверьте мне, на сегодняшний день среди детей, которые проживают в городе, не в сельской местности, нам приходилось видеть, когда отходят одновременно через рот и через гнальное отверстие до 50-100, аскорид одновременно, и это очень тягостное зрелище. И поэтому сегодня периодически ВОЗ проводит оценку глобального распространения отдельных болезней, в соответствии с которых можно утверждать, что на протяжении своей жизни абсолютно каждый житель Земли неоднократно переболевает паразитатными болезнями. И настолько велика приспособляемость паразитозов к своему хозяину, что если мы говорим, что у человека может паразитировать то 500 различных видов, то сколько занозов еще паразитирующих у животных, которые могут паразитировать в том числе и у человека. И вот такой паразит, как цисцода с пирометра и риноцеи, они никогда не говорили, что она может паразитировать у человека, а вот сегодня мы уже говорим, что это паразит в том числе и человека, и в том числе и в Киевской области у больных выявляли не раз этого паразита. Вот как выглядит в Парганус, Эплера, Циркоиды, личиночная стадия этого паразитоза. Этот паразит на личиночной стадии паразитирует у человека. И вот где находили у больных, это вот поражаются нижние конечности больного, мягкие ткани, вот молочная железа больной, которые были поражены личиночной стадией у этого паразитоза. И вот как выглядит в Парганус выделенный из ткани молочной железы. Заболеваемость населения Украины на сегодняшний день на 100 тысяч населения, если соответствовать этой статистике, то у нас все идет как бы более-менее благополучно, заболеваемость снижается. Сравнивая анализ заболеваемости по различным областям, но здесь выбрана как бы область, любая область для сравнения может быть приведена, то во-первых значительно по некоторым инвазиям будет заболеваемость больше, чем это дается в общем по Украине, и гораздо больше болеет детское население, как вы видите по этой таблице. И опять-таки недостаточная статистика на сегодняшний день по Украине обусловлена сокращением кадров лабораторного звена, уменьшением объема лабораторных именно паразитологических исследований. И на сегодня такая профессия, как врач, лаборант, паразитолог, можно сказать, вообще изживает себя в Украине. А так как дефицит кадров врачей-паразитологов, лаборантов, владеющих паразитологическими методами исследования становится все меньше и меньше, что, как говорится, свято место пусто не бывает, появляются как грибы растут, всевозможные псевдодиагностические, псевдолечебные организации, которые насаждают свои услуги по диагностике, лечению паразитарных болезней. Здесь вы видите один из таких профессиональных противопаразитарных приборов, которым находят, лечат, и в общем-то проблема на сегодняшний день среди населения решается с помощью такой диагностики. Это компьютерная диагностика, не раз мы сталкивались с больными, которые после компьютерной диагностики приходят и приносят вам целый набор паразитарных инвазий, таких, которые даже в общем-то в Украине и не являются местными, а могут быть завозными и очень редкими завозными. Что же остается пациентам? Что они могут увидеть сами? Только три вида паразитов могут пациенты обнаружить сами в стекалиях, причем это касается в первую очередь, конечно, асколит, членики или проглотитые ленточных червей и острицы. Острицы, конечно, обнаруживаются на поверхности фекалии, если их достаточно большое количество у пациента, на постельных принадлежностях. Матери замечают у своих детей на коже периональной области довольно-таки крупный химпин, поэтому обнаружить его легко. Как самостоятельная болезнь, энтеробиоз известен со времен еще Гиппократа и 100 теряем цены. В настоящее время рудельный вес энтеробиоза среди других гимметозов достигает 60-70%, а в крупных промышленных городах и более 95%. Хочу обратить ваше внимание, что это центральная Украина, восточная Украина, где действительно больше 90% пораженность энтеробиоза. И, конечно, в первую очередь среди детского населения, потому что на сегодняшний день даже по данным всей официальной статистики, 90% всех инвазированных это детское население. И очень высока пораженность среди учащихся, это каждый десятый ученик инвазированных энтеробиозом, это официальная статистика, и каждый 20-й ребенок детский в дошкольных учреждениях поражен острицами. Каждая самка остриц откладывает 12 тысяч яиц ежедневно. Конечно, это огромные цифры. Острицы могут внедряться в слизистую оболочку кишечника, и на сегодня уже доказана роль остриц в развитии воспалений в червеобразных отростках. К настоящему времени следует считать доказанную роль остриц в идеологии как эпидицитов, бульбовогенитов, так и причиной развития циститов и билонефритов. Относительно геопрофилактики энтеробиоза разные подходы существуют, но в Украине применяется на сегодняшний день наиболее трудоемкий и, как правило, не приводящий к адекватной эффективности способ профилактики, который заключается в том, что ежегодно детское население обследует троекратно, и персонал в том числе с последующим двукратным лечением и дальнейшим троекратным, опять-таки, обследованием для определения эффективности лечения. Это меры очень трудоемкие, опять-таки, они не финансируются ни из фонда медицинского страхования, ни из эпидемиологического фонда. Страны же, которые осознают на сегодняшний день всю опасность самообмана в проводимых мероприятиях, переходят просто к профилактическому лечению ежегодно у всех детей персонала организованных коллективов, тем более, что однократно это необходимо, можно делать без предварительного обследования контроля эффективности, потому что доказана уже высокая эффективность препаратов, которые на сегодняшний день существуют во всем мире, и либо обследование и лечение пациентов только при их активном обращении, если развиваются уже какие-то клинические проявления. При обоих подходах хочу сказать, что катастрофического роста пораженности не происходит. И уже многие страны во всем мире перешли к такому способу профилактики. Это и Соединенные Штаты, и многие страны Европы на сегодняшний день. Опять-таки метод, который существует на сегодняшний день, в том числе и в Украине, он не препятствует росту эндромиоза, и мы каждый год констатируем, что все-таки, если придерживаться правильных подсчетов заболеваемости, рост заболеваемости, то рост больных все-таки наблюдается ежегодно. И в общем-то статистика геминтоза в Украине, опять-таки, то, что она занижена, подтверждается такими данными. Посмотрите, один график это количество зарегистрированных официальных случаев заболеваемости и количество проданных упаковок противогеминтных препаратов синим цветом. Значительно он выше. То есть пациенты при наличии подозрений у себя, при обнаружении у себя паразитов, и тут и самостоятельно приобретают противогеминтные препараты. На сегодняшний день вакцины против геминтоза не существует. И я думаю, что и не будет никогда так, потому что действительно против 500 видов тех, которые паразитируют у человека, и остальных, которые могут паразитировать, в общем-то создать одну вакцину очень сложно. Поэтому в мае 2001 года Всемирная ассамблея охраны здоровья была принята программа профилактической химиотерапии близких инвазий, а именно проведения регулярных профилактических курсов приема антигеминтного препарата широкого спектра действия. На сегодня во всем мире это альбентозол, препарат наиболее широкого спектра действия с высоким профилем безопасности, который рекомендуется в ВОЗ для контроля над заболеваемостью геминтозами, потому что геминтозы это серьезная проблема, и в том числе для успешной иммунизации. Однако все эти перечисленные проблемы как бы не нашли на сегодняшний день встречного интереса в Украине, поэтому получается, что если к ветеринару приходят для того, чтобы вакцинировать свое домашнее животное, то обязательно сначала проводят дегеминтизацию кошечек, собачек и всех остальных домашних животных. В противном случае, как знают и ветеринары, и хозяева, эффект от прививок не будет, или он будет незначительным. Когда же обращаются в медицинские учреждения, то я встокнула с тем, что в многих областях даже не принято проводить обследование на паразитарные инвазии, не то чтобы проводить противоптическое лечение, противогеминтозное. Но хочу сказать, что действительно на сегодняшний день такие препараты, которые обладают высоким профилактическим действием, широким спектром действия в Украине присутствуют, и они не только помогают нам проводить профилактическое лечение, но помогают собрать жизнь миллионов людей, потому что наши паразитарные инвазии, к сожалению, вызывают еще и значительную летальность. Просто об этом многие знают и не так говорят, а когда это происходит, то, как правило, пишут, что этот случай произошел по другим причинам, за счет различных осложнений. На сегодняшний день парнил – это эффективный антигеминтный препарат широковской спектром действия, содержащий альбендозол, с помощью которого и можно проводить профилактическое лечение кристовых инвазий для всей семьи. Раньше вот такая предлагалась схема проведения профилактического лечения для всей семьи, это раз в полгода, дозировка была вот такая прописана один раз в три дня подряд после еды. На сегодняшний день парнил получил новые удобные формы выпуска, теперь в форме саше и может применяться как для взрослых, так и для детей от одного года. И это и жевательные таблетки для взрослых, опять-таки предлагаются. Для детей это порошок для приготовления суспензий и суспензия. Все это позволяет проводить, на самом деле, среди различных групп возрастных профилактическое лечение в том числе. И новая схема лечения и профилактики, которая позволяет нам проводить профилактику осложнений при назначении антигельминтных препаратов. Первый этап это вместе с антигельминтным препаратом с широкого спектра действия, с половиной дозы назначается антигисталинный препарат. Второй этап антигельминтный препарат плюс, опять-таки, антигельминтный препарат в полной дозе антигельминтный препарат назначается три дня. И завершается третий этап назначением антигельминтного препарата для того, чтобы не было аллергических проявлений. Один раз в полгода для всей семьи обязательно рекомендую это делать. Схема лечения и профилактики с антигельминтозом здесь показана. Для какого возраста выборочно более предпочтительно, какая дозировка и в чем лучше применять этот препарат. Это суспель, где детям от года до двух лет, это пакетики сошель, двух до 14 лет и таблетированное применение как для всех остальных групп возрастных, так и для дозы в первую очередь. Это одна таблетка 400 миллиграмм, один раз в полгода назначается для всей семьи. Препарат Вармил, это прежде всего профилактика, но в том числе и лечение гельминтозов и у детей и у взрослых перед вакцинацией, и перед вакцинацией от гриппа в том числе. И лечение гельминтозов, потому что на сегодняшний день, к сожалению, спектр различных заболеваний близких очень широк в Украине, своих местных, незавосных, это где-то 33 инвазии, в том числе и кишечные, и внутритканевые. Поэтому чем хорош еще этот препарат, что он действует абсолютно на все формы паразитов, на взрослых паразитов, яйца и личинки, абсолютно рекомендуем применять не только при кишечных паразитозах, но и при нормальных, которые могут быть вызваны вибрирующими личинками гельминтов животных. В первую очередь при таксокорозе. Таксокороз, хочу обратить ваше внимание, за последние 10 лет вырос в Украине 80 раз. Я думаю, что это не потому, что его стало так много за последние 10 лет, а просто улучшилась диагностика. И те больные, которые лечились у неваркатологов, у гастроэнтерологов, у дерматологов, у них, наконец, была обнаружена причина всех этих клинических проблем, поставлен правильный диагноз и, наконец, назначается правильное лечение. Этот препарат применяется для лечения миазов, которые на сегодняшний день тоже встречаются в Украине, и для лечения других казуистических паразитозов человека, таких как гирофилиоз, которые передаются через укус обычного комара. То есть на сегодняшний день это препарат выбора, потому что ни один другой противопаразитарный препарат с этим препаратом не сравнится, не обладает таким широким спектром действия. И назначая профилактически, мы говорим, что уже на этапе попадания в организм яйца в организм человека можно провести лечение, не дав превратиться этому яйцу причиночную форму, а потом у возрослого гельминта и не дав развиться каким-то клиническим правилам. Я вас благодарю за внимание, только что вы обратите внимание на то, что перед развивательской гриппой и других коэффициентных заболеваний нужно обязательно проводить обследование на гельминте и дегринитизацию. И тогда у нас все с вами будет хорошо. Спасибо.